На АТВ все по-честному. Здравствуйте. Меня зовут Булат Сиденьшаев. Обсуждаем дела и поступки известных людей Бурятии. Сегодня гость нашей программы – драматург, писатель, журналист и телеведущий Болот Шеребазаров. Болот, привет, Булат. Приветствую тебя в этом уютном кресле, в этом уютном заведении, в загородном кафе «Максим». Болот, я знаю, ты привык находиться по ту сторону камеры, сам задавать вопросы, но сегодня ты будешь в роли немножко другой. Будут задавать вопросы тебе я, вернее не я, а мои карты тебе будут задавать эти вопросы. Даже немного не по себе. Я думаю, все будет хорошо. Проект называется «Все по-честному». Вытягиваешь одну карту, читаешь и мы начинаем наш разговор. Про себя. Что может про себя рассказать Болот Шеребазаров? Кто этот человек Болот Шеребазаров? Ты знаешь, я даже себе этот вопрос очень часто задаю. И вот этот вопрос, наверное, знаешь, вот какое-то такое мое жизненное кредо, что ли, или нечто такое, что постоянно позволяет мне двигаться вперед. Не оглядываясь назад, не дергаясь по сторонам, вперед. Но прежде всего для себя, кто ты? Вот когда ты отвечаешь на этот вопрос, какой ответ ты получаешь сам себе? Ну вот теперь, да, вот теперь я уже могу сказать, да, себе в первую очередь, что да, я почувствовал себя писателем, я почувствовал себя журналистом, я почувствовал себя отцом. Это тоже не то, чтобы немаловажно, это, наверное, один из таких, наверное, ключевых моментов, наверное, всей моей жизни на данный момент. Ну кто я еще? В душе я путешественник. Мне очень важно постоянно ощущать что-то новое. Вот, и если чего-то... Гены кочевого в народу дают, наверное, да? Да, наверное, и если я чего-то нового не ощущаю, я подсознательно начинаю это новое либо искать, либо изобретать, если, допустим, обстоятельства не позволяют мне что-то новое найти. А как часто ты ищешь новое? Постоянно. Постоянно. Даже вот я помню, когда я работал в Ханты-Мансийске, да, это один из таких наиболее приятных моментов, эпизодов, этапов в моей жизни. Коллеги меня так и называли. Тогда они меня называли Булат, но так было удобнее в нём. Они говорят, ну, Булат же это кочевник, и поэтому с легкостью отправляли меня в какие-то такие дальние командировки, либо там могли отправить меня быть СОПКОРом где-то там. Однажды меня в срубут отправили СОПКОРом. Они были полностью уверены в том, что я это оценю. По достоинству, да? По достоинству, да. Хорошо, продолжаем. Про новость. Ну, новость, которая тебя удивила в последнее время. Есть такая новость, которая может удивить Булата Шеребазарова? Или всё достаточно стандартно? Ну, вся моя жизнь нестандартна, как мне кажется. Вот какая новость. Вот так, навскидку. Ну, какая новость. Пусть будет даже, это из профессиональной среды какая-то новость. Или, может быть, это вдруг из мира, из мира друзей, да, вот прилетела такая новость. Из личной жизни какая-то новость, не знаю, там, дом построил, дачу купил, счёт открыл золотой в банке. Ну, золотых счетов у меня нет. Ну, для меня такой неожиданной новостью, да, если можно говорить о политике, вот. Для меня такой вот неожиданной приятной новостью стало появление в Бурятии Алексея Цыденова. И не потому, что, допустим, он там, как представитель моего народа, да, вдруг пришёл в Бурятию, да, и прочее, прочее. Просто я сам из Аги родом, да, и моя юность проходила в Чите, и так или иначе мы пересекались, скажем так, не дружили, лично друг друга не знали. Но вот так получалось, что вот время от времени где-то я либо слышал, где-то видел, вот так вот получалось. И вдруг, надо же, спустя столько лет, и вдруг раз, и если честно, я как-то даже сразу, когда только первые анонсы пошли, ещё-то гадкие, да, я увидел, как сразу понял, и я как-то вот, я почему-то сразу понял, что, когда только анонсы эти появились, я почему-то сразу понял, что он придёт сюда, да, и он будет работать. Я прогнозов делать не буду, делаю неблагодарное, но... Ну, это была такая приятная новость для тебя. Это была приятная новость, да, это то, что мне пришло на вскидку сразу, а, конечно, вот так вот... Ну, а из личной жизни какая-нибудь новость есть такая, которая тебя удивила? Вообще, мой младший сын и вообще мои сыновья, это для меня, ну, постоянная какая-то новость, постоянная, вот и всё, то есть об этом можно говорить долго, ну, вот. То есть они каждый раз подают тебе новый инфоповод, да? Постоянно, постоянно. Скучать не дают. Это меня безумно просто радует. Ну, и это хорошо. Когда скучать некогда, это же хорошо. Про мечту. Есть ли мечта у Болота Шеребазарова и какая она мечта? Или всё уже сбылось и вот есть семья, любимые дети, хорошая работа, признание коллег? Любимая жена. Ну, да, любимая жена, безусловно. То есть о чём ещё может мечтать Болота Шеребазаров? У меня есть новая безумная мечта – путешествовать всей семьёй. Раньше я путешествовал один, путешествовал много. Потом однажды наступил такой момент, когда я вынужден был взять паузу. Но вот мои дети растут, и зреет новая мечта – путешествовать с супругой, путешествовать с сыновьями. То есть это как в американских фильмах – купил большой трейлер, дом на колёсах? Прямо, ну, с уст сорвал. Серьёзно? Серьёзно. Я даже представляю себе этот трейлер, он разный у меня всегда в моих фантазиях, в моих мечтах. Он бывает, что он четырёхосный даже, чтобы, знаешь, что по тундре, допустим, он без проблем шёл. Он даже плавучий иногда бывает. Я вообще фантазёр, конечно, по натуре своей. Здесь прям трейлер, да? Трейлер. Такой дом на колёсах. Да, да, и он иногда такой у меня прям, чтобы потом мне смешно становится самому. Гены кочевого народа всё-таки дают знать, это действительно, видимо. Ну, может быть, рано или поздно ты отправишься в большое путешествие по России на трейлеры. Твои слова, да. И будем ждать каких-нибудь интересных заметок, публикаций, а может быть, какая-то новая пьеса из-под твоего пера выйдет. Про имя. Вот смотри, меня зовут Булат, да, это сталь, да, булатная сталь. Когда ты работал на Западе, тебя тоже называли Булат, ну, по паспорту, по документам ты Болот. Болот. Я, когда с тобой впервые познакомился, да, когда вот услышал Болот, для меня было дико, вот, действительно, потому что я, на самом деле, до определённого времени не слышал такого имени, как Болот. Что оно означает, и устраивает ли тебя это имя, в первую очередь? Ну, моё имя тоже означает сталь, так, к сведению, да, и Булат и Болот, это вообще синонимы. Ну, вообще, Болот, Булат, насколько я знаю, это тюркское имя. Почему меня на Западе начали называть Булат? Вот, я долгое время жил на Южном Урале, а это территории такие русско-башкирские, скажем так, кругом башкиры, татары. Ну, и там в ходу как раз имя Булат. И когда меня спросили, а что означает твое имя, я говорю, ну, моё имя означает сталь. Они говорят, а ты же Булат. Они говорят, а давай мы тебя лучше будем называть Булат, так удобнее. Всё, и я стал Булатом, и почти 14 лет я был Булатом тоже. А не коробило тебя самого, что вот вроде я Болот, а меня вот Булатом называют? Да нисколько. Вообще, когда я только родился, родился я в Иркутске, в семье студентов Иркутского художественного училища, меня же сначала назвали Владимиром, по настоянию друзей-однокурсников отца. То есть сейчас бы передо мной сидел Владимир Шеребазаров, да? Владимир Шеребазаров, да. Но как дед мой настолько был ортодоксальный, а мы были, я и мои братья были первыми его внуками, и он настоял, чтобы... Чтобы дети и внуки носили бурятские имена. Во-первых, бурятские имена, и он даже такую очередность продумал. Вот меня зовут Болот, да, мое имя означает сталь уже, ну, конечный продукт, скажем так. Средний брат, который после меня Тумэр, то бишь железо, то бишь, да? А самый младший, наш брат, Атхон, он, правда, сейчас носит русское имя Олег, но вообще по бурятскому имя, у него болто. Болто. Кувалда. Молот. Что-то все с железом связанное. Ну, как-то так вот получилось, да. Я уже, честно говоря, к своему стыду уже и не помню, и не знаю. Ну, видимо, у деда... А имя откладывает отпечаток вот на характер человека? Ну, вот мы говорим, да сталь. Вот сколько знаю всех булатов и болотов, это все такие люди изначально очень импульсивные. Причем я знал булатов и болотов самых разных возрастов. Все булаты и болоты после сорока. Я даже знаю, о чем ты говоришь, когда ты пришел на ТВК, тебе говорили, господи, как ты похож на булата. И ты все время спрашивал, а кто такой булат, почему это, кто это? Я тогда был в Монголии. Да, я тогда жил в Монголии, вот, видимо... А я только прием в Сураву, да. Видимо, схожесть характера все-таки дает о себе знать. Но после сорока все булаты и булаты мудреют. То есть, кому это стали? Дай бог, мы будем стали. Дай бог. Едем дальше. Про безумные. Когда-нибудь совершал безумные поступки болот Шеребазаров? Ну, не знаю, там... Какое-нибудь дико безумное признание в любви для своей избранницы, да, для своей дамы сердца? Не знаю, там, какой-нибудь безумный поступок для друзей какой-нибудь совершить? Очень много в моей жизни было безумных поступков. Мы же говорили только что об этом, да, но имя обязывает. Самый безумный поступок, вот так вот, на памяти сейчас, первое, что просится на ум, это когда я, вопреки воле отца, когда только пришел с армии, просто на лагатор рванул на Урал. Просто мне хотелось каких-то перемен. Я вот, по сути, взял билет в один конец. Причем, в чем безумие это еще заключалось? Я ведь еще юный совсем, но считал себя уже взрослым. И как меня отец не предупреждал и не отговаривал, я же никого не слышал и не слышал. Я даже выписался из дома и без прописки куда-то там рванул. Как мне потом это аукалось, когда я там уже по студенчеству на Урале. Еще амбиции же играют. Хочется отсюда казать, что раз уж я сделал такой мужской, первый взрослый в своей жизни поступок такой серьезный... Кровь-то кипит, да? Ну, конечно, я же должен доказать. Мне было стыдно обратиться к отцу за помощью. Я там пытался как-то там жить самостоятельно. А прописки-то нет. На работу-то я устроиться нормально не могу. Я даже временно зарегистрировал. Очень много людей мне хороших по жизни попадалось, которые готовы были мне помочь и рады были бы помочь. Формальности вот такая есть. Меня даже на работу нормально не могли взять. Вот это, наверное, такой вот именно самый такой безумный поступок. Но тоже наложил какой-то опечаток в дальнейшем. Это сказалось как-то. Я, видимо, с тех пор стал находчивее как-то и дальше. Мне уже, конечно, было проще. Я с покаянной головой, конечно, вернулся домой. Долгий разговор с отцом был? Ну да, конечно. Ну и для того, чтобы поставить опять штамп в паспорте. И опять погрузиться в пучину. Но тем не менее, ты приехал и покаялся перед отцом. Ну конечно, конечно. Я постоянно каюсь перед отцом. Я постоянно приезжаю. Отец уже перестал удивляться всем моим поступкам. Но на всякий случай я приезжаю и постоянно каюсь. Когда буреатор говорят, да, и снова карты выходят в бой, на передовую. Эх, блин, торчало. Ну ладно. Про карьеру. Болот Шеребазаров по своей натуре карьерист? Нет. Или все, ну то есть, как бы, тебе все удавалось легко и спонтанно? Или ты прямо целенаправленно шел к цели? Всегда все давалось почему-то легко. И никогда я это не ценил почему-то. Сейчас, конечно, уже о многих вещах иногда даже и сожалею. Ну так, по-хорошему сожалею. Потому что сожалеть нельзя, на самом деле, как мне кажется. Но у меня было как минимум три варианта, когда я мог сделать просто головокружительную карьеру. Говоря в целом на Западе, да? Но вот если мне это не интересно, да, то карьера ради карьеры, ну, для меня это ничто. Ты сам все оставил или как-то сложилось так, что... Нет, где-то что-то там замаячилось, что-то более интересное. И я уже не думаю о карьере, я просто иду дальше и все. У меня потому что там интереснее. Может быть, там перспективы какие-то не такие яркие, но там интереснее. Вот это болот-путешественник, да, в тебе? Это болот-путешественник, да. А вот болот-путешественник, он много испортил в твоей жизни, вот, карьерных таких хороших вещей? Ну, вот, как я вот только что говорил, да, вот, как минимум три варианта, когда я мог сделать просто головокружительную карьеру, и они пошли просто прахом. Ну, в общем-то, даже и не жалею, в общем-то, нисколько. Ну вот, у тебя несколько ипостасей. Ты драматург. Да, так сложилось. Ты писатель. Ты журналист. Все связано с творчеством, все связано с написанием. Ты когда-нибудь разделял эти три профессии, или они все в тебе вот удобоваримо сочетаются? Да, все сочетается, что интересно. Ну, понятно, что одна другой профессия не помогает, несомненно, конечно. Ну, несомненно, да. Я писатель в драматургии, драматург в прозе, драматург в журналистике. И вот так все это вот, все действительно вот как-то так дополняет друг друга. Просто так получилось, что я вот какое-то однажды зерно поймал вот в чем-то одном и интересуясь чем-то еще, просто как-то так постепенно вкраплял одно в другое. Ну, допустим, для примера, даже на телевидение я попал, допустим, да, благодаря своим первым литературным опытом в прозе. К Николаю Владимировичу Калидею в театральном суте в Екатеринбурге, да, драматургой, когда я поступал, да. Да, опять же, помогла мне поступить вот эта же повесть, которая первый мой дебютный опыт такой литературный. Вот и как-то все вот с тех пор вот так все время, во время студенчества, опять же, учился, я повторюсь, на драматурга, очень часто меня как раз-таки выручала проза, когда нужно было курсовую писать. Пьесу писать гораздо сложнее, на самом деле, хотя она по формату короче. Ну, это же нужно продумать характер героя, а эти герои могут быть не совсем послушны и могут сопротивляться. Да, 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 соблюсти все этапы, вот именно, вот опять же суд сорвал, да, как это ни странно и ни парадоксально, герой, который в тебе, в твоем сознании жил, он может быть непослушным, очень своебышным, и он может действительно... Он хочу сегодня, буду, а вот сегодня не буду. Да, моя супруга, слава богу, уже перестала удивляться тому, что я хожу и разговариваю сам с собой иногда, да, ну, там, бормочу что-то. Потому что проговаривать своих героев когда-то вошло в привычку, и с тех пор я уже что-то, даже какие-то свои мысли, я просто хожу и проговариваю. Вот такой прибабах. Тебе сумасшедшим иногда не воспринимают? Да, мне все равно, если честно, меня это нисколько не тревожит. Ну, тревожило, когда так супруга на меня так первое время поглядывала, ну, она привыкла, и слава богу, дети привыкнут. Про тайны. Я очень закрытый человек, сразу говорю. Закрытый не в силу воспитания даже, наверное, а может, в силу, опять же, своей биографии, что ли, как-то вот, ну, весело, конечно, моя жизнь всегда протекала, но и легко тоже, опять же, ничего не давалось. И, видимо, как-то так сложилось, что прежде чем что-то сказать, допустим, да, я сто раз подумаю и откладываю, 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 и в итоге, как опыт показывает, и хорошо, что промолчал. Хотя, очень часто, опять же, говорю не в попад, вот, и это меня здорово подводит. Это такая противоречие такое, ну, как, наверное, у любого творческого человека. Про тайны я что могу сказать? Сейчас, наверное, то, что все, кто меня хорошо знают, считают меня очень смелым, мужественным таким человеком, да, ну, как мне, так лицом, может быть, лицемерий, я не знаю. Ну, в общем, все меня считали смелым человеком, я никогда не давал поводов считать себя трусом, но, как это ни странно, вот, я, это первый, вот, сейчас, кому я это так вот честно говорю, всегда, с раннего детства я считал себя трусом, как это ни странно звучит. Почему? И это знает только отец, опять же, да, маме-то, маме-то что, ну, сын, он всегда хороший, а вот отца, еще вот, я еще совсем маленький был, отца уже тревожило, что я очень пугливый какой-то, и он не мог найти объяснения этому, и это действительно было так. И отец с детства мне вдалбливал, что страх свой нужно перебарывать, и поэтому он часто брал меня с собой, там, допустим, мы когда на Баме жили, он меня с собой брал ночью, допустим, зачем-то ему вдруг приспичивало пойти, там, к соседям, там, а мы жили на Атшибе поселка, в лесу, в тайге. А поселка, грубо говоря, тебе надо пойти, да? Да, и вот, и очень много улиц вокруг поселка, в котором мы жили, которые вот так вот, в тайге, вот где-то вот так вот по тайге, зимой, вот отцу вот надо было пройтись, и он меня брал с собой. Это такие первые опыты были, первые уроки мужества. И как-то постепенно перебарывает свой страх, переросло в какую-то такую привычку, потом я занимался боксом, допустим, да, и надо выходить на ринг, а у меня руки и ноги они имели, они просто отнимаются. И вот что делать? И вот друзья, зная мою эту особенность, просто вот либо по щеке, либо под затыльник, чтобы пытались меня разозлить, потому что стоило меня разозлить, я выходил и... То есть некий мотиватор нужен? Да даже не мотиватор, пинок какой-то, что ты нужен был в детстве, да, чтобы я начал... Двигался дальше? Да, 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 иногда, поначалу, конечно, вот так вот, по сути, ослепнув от страха, просто идешь туда, где страшно. Потом уже как-то и сам начал перебарывать, руки и ноги перестали неметь от страха, постепенно, постепенно. Самый тяжелый этап для меня был, конечно, это служба в армии, там действительно трусость не поращаются. Вот, и вот, наверное, вот после армии я уже, ну, стал забывать, что такое страх. Армия сделала себе мужчину, да? Как говорят? Ну, как и всех, наверное, кто служил в армии. Про страхи, ну, мы только что говорили, да, про страхи? Да, мы про страхи мы только что говорили. И, ну, имеется в виду, что, ладно, ты вот, вот ты сейчас только что признался, на самом деле, по-честному, да, а вот чего боится Болот Шеребазаров по-настоящему? Я всегда очень боюсь за своих близких, вот, ну, так, да, вот, наверное, это и может быть единственное, чего я действительно боюсь. Я боюсь за своих родителей, боюсь за своих братьев, вот, ну, я, когда я с армией пришел, я был категорически против, чтобы мои братья служили в армии, допустим, да, потому что, мне казалось, я был готов еще раз пойти в армию за них. Вместо них. Вместо них, да. Сыновья растут, конечно, я даже, ну, я даже сейчас, я, ну, дети у меня еще маленькие сыновья, но даже сейчас я уже боюсь думать о том, что будет, когда они пойдут в армию, но, конечно, я переборю опять свой страх и отправлю их служить и так далее, ну, вот такие вот. Я боюсь за тех, кто мне дорог, вот это вот есть такое, да, но именно вот этот страх, наверное, нужно перебарывать в первую очередь. Вот так вот. Вот, и надо думать хорошо, наоборот, посыл-то должен быть положительный, это вот, это такой вот, видимо, в данный момент такой уже этап. Тоже борьбы со своей какой-то трусостью, наверное, тоже. Вот так. Спасибо большое, Болот, что ты был героем. Тебе спасибо. Моей программы. Вечный борец, драматург, писатель, журналист, телеведущий. Мой коллега Болот Шеребазаров был в проекте «Все по-честному» и был предельно с нами откровенен. Спасибо большое, Болот. Тебе спасибо еще раз. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok